Книга открытым оком, тема богослужения, второй том, вопрос 747. Почему раньше считалось, что электричество в церкви грех, а теперь везде электролампочки? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Считалось по невежеству и суеверию. И все же храм это место особой встречи с Богом, отделенность от мира. Сюда мы приходим почти в седьмой день, в субботу Господню. Хотя мы совершаем вечером воскрешную службу, но воздаем хвалу Богу и за прообраз, за покой, дарованный Богом в седьмом дне, но получивший воплощение в первый день недели воскресения Христова. Один день посвящен Богу, чтобы мы в этот день не занимались обычными делами. Книга Исайя, 58 глава, 13 стих. Если ты удержишь ногу твою, рабы, ради субботы, от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадую, святым днем Господним, чувствуемым и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить. Японцы путем исследований нашли, что человеческий организм треть будет от вдохновения всех пяти органов чувств хотя бы один раз в неделю. Вызывающий яркий, нахальный свет электричества не приносит успокоения, поэтому очень желательно, чтобы в храмах электричество вообще не включалось в этот день покоя, но мерцали колеблющиеся языки пламени восковых свечей, успокаивая зрение и через это всю нервную систему. Продолжение следует...